МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В неделю стандартный график работающего человека. Большую часть рабочего дня – сидя. Редкие перерывы на кофе и перекур. И все это, конечно, сказывается на здоровье трудящихся. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, они склонны к полноте. У них появляются заболевания сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы. А также проблемы возникают с суставами и с опорно-двигательным аппаратом. Мало того, что сидя, так еще и за компьютером оторваться от монитора, чтобы посмотреть в телефон. Как результат, невооруженным взглядом видно плохо. Без очков или линз не обойтись. А ведь глазам тоже нужен отдых. Лучше всего несколько раз в день. На это требуются считанные минуты и, конечно, желание. И зрение страдает от компьютеров. Плюс еще ионизирующее излучение, оно тоже дает свои отрицательные моменты. Это, конечно, должны заниматься не в большей степени сотрудники за компьютером, сколько часов проводить, а это уже должны работодатели создавать правильные условия труда. Если позволяют финансы, можно купить абонемент в фитнес или в бассейн. А можно просто проходить 10 тысяч шагов в день. Гулять по вечерам – идеально, но не у всех есть время. Например, у журналистов и операторов рабочий график ненормированный. Но мы нашли выход из ситуации. Лайфхак от сотрудников ОТВ. Выходим на лестницу. Сначала поднимаемся на все этажи, а потом, соответственно, спускаемся. Несколько тысяч шагов за считанные минуты. Хорошая физическая нагрузка. Пойдемте. Физная нагрузка – хорошо, а если к ней добавить отказ от вредных привычек, будет еще лучше. Люди таким образом считают, что они снимают стресс. Но для организма это приводит к еще большему стрессу. И даже если бы это была та же самая зарядка, и заменить кофе на травяной чай, это будет намного полезнее для здоровья. Работающие люди говорят, что ходить по врачам нет времени. А ведь большинство болезней легче предупредить, чем лечить. Специально для занятых, чей возраст делится на три – единый день диспансеризации. Проходит, как правило, по выходным. Записываться не нужно. В рамках диспансеризации сдаются лабораторные обследования, общий анализ крови сдаются, биохимия, потом общий анализ мочи. Из инструментальных обязательным является флюорография, электрокардиограмма. Для женщин старше 40 лет – мамография. И посещение окулиста. Кстати, заняться своим здоровьем можно прямо сейчас, не дожидаясь плановой диспансеризации. Защитить себя от коронавируса можно в одном из девяти пунктов вакцинации. Четыре из них расположены в торговых центрах, а это значит, что предварительная запись не требуется. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».